в печали но откуда вы не ждали пришла проблема но мы уже практически не справились но все же хитрого нет то есть открыли если много шланчиков и всего страшного значит он у вас есть если у вас там ничего нет значит вы нет добрый день у нас сегодня киев сорэнто киев сорэнто 2 11 год с двигателем 2 и 2 d4 hb турбодизель взялись мы на ней менять прокладку клапанной крышки у нас такая обильная была течь также здесь по результатам диагностики менялся map датчик датчик надува вот такой дело в том что он довольно часто выходит из строя то есть это даже дилеры считают его расходником дело в том что он начинает давать неправильные показатели и происходит вот такая штука интеркулер будет прям вид визуально видно что его прям раздуло то есть она стала падать в аварийный режим по низкий заряд турбокомпрессора вот так же мы ли регулятор и убираем течь масло то есть интеркулера мы уже поставили новый вот здесь вот она стоит а кстати вот смотрите видите тут отсутствует у нас а кб то есть его здесь нету стоят такие большие мощные красные провода которые вот уходят туда в салон здесь даже масса более мощная зачем они здесь для чего они здесь вы узнать у нас можно будет в тик токе не было печали но откуда вы не ждали пришла проблема но мы уже практически не справились но все же для того чтобы сменить проклад клапанной крышки она состоит из двух частей это внутреннее и наружу уже было такое видео и впервые в своей практике то есть вот на дворе 22 год впервые эти машины уже прошли и по 600 и по 700 тысяч то есть двигателем 2 литра 2 и 2 h h b и сегодня впервые столкнулся такой проблемой что я не смог руками вытащить форсунку 3 4 цилиндра вот здесь и оказывается прогорели шайбы и шайбы остались там внутри вот у нас нагар то есть так же как на d4 cb это grand star x и kia sorento форсунка 3 4 пришлось вытаскивать вот такой штукой было нелегко но потихонечку потихонечку и она вышла возможно что вот при ремонте может быть меняли цепь хотя пробег у нас а сколько у нас пробег как сейчас мы посмотрим и да но для пробега 210 тысяч я бы сказал что здесь уже ушатана видимо ездят не совсем аккуратно не смотрят потому что ни одного случая не было чтобы машины то есть отхаживать там цепи по 300 350 тысяч и шайбы не сгорали мне никогда это впервые первый случай значит там был кто-то возможно не почистили колодцы то есть элементарно просто от песка либо не почистили то есть не сделали фрезеровку вот мы это будем делать обязательно фрезеровочку у нас получается шайбочки будем чистить две шайбы остались там в колодцах и видно что и еще гореть гореть и гореть то есть проблема была скорее всего именно руках того мастера который там побывал болты у нас кронштейн и все целое вот варить сейчас я падаю туда колодец там просто я не знаю вот можно заглянуть там полные сажи вот форсунку я с трудом вытащил то есть там очень и очень грязно но смотрите и шайбочка выскочила и все и мы ее больше не найдем она туда улетела вниз в принципе сама шайба нам не нужно там чтобы второй раз использовать или что-то еще я хотел именно глянуть если там был песок то он должен был остаться там под шайбой или должна была сгореть какой-то угол или половина то есть вот понять может быть она перекосом стояла попробуем сохранить третью все бедняга этот пистолет носик я бы давно выкинул бы этот пистолет но он столько раз меня спасал он так и сгибается по-всякому поэтому я его никак не выкину все хочу заменить его ну никак так вот она шайбочка она лежит здесь болты принципе были сказал бы затянуты так то вот сюда мы еще положим вот она одна сторона была не прижатая то есть вот эта часть у нас прижималась топливные форсунки здесь вот она тоже была где-то грязь может быть старая оставили просто но здесь видно что надо прогорела так ну что там у нас в колодцах да в колодцах очень и очень грязно очень-очень много сажи ну вот видно что там все это будем чистить вычищать убирать так теперь наша задача снимаем клапанную крышку будем ее мыть так сделаем мы это наверное пистолетом открутим и пистолетом затягивать конечно же не будем пистолетом чтобы сэкономить время где-то там все готово очень много сейчас этих этот двигатель у нас устанавливается на карнивал сейчас его начали устанавливать на старую на новый уже двигатель то есть хотя там вроде говорят что с алюминиевым блоком но не не знает пока еще не видели как только увидим сразу покажем у меня один из моих постоянных клиентов у него была китаран тбл 2009 года что теме сил сейчас он приобрел себе кию махав последнего получается вот тут она прям плотно на герметике сеть ну вот видно по прокладочки что она вся она дубовая то есть она не двигается вот у нас старая прокладка она мягенькая вот в колодцах у нас форсунок все было чисто и сухо а вот по всему контуру у нас была течь обильная течь масло все будем стараться по краю проходить чтобы как можно меньше попало вот и кстати то будет на кемахов в пятницу в 4 вот и можно будет снять такой небольшим не просто интересно человек позвонил и спросил какое брать масло я говорю ну принципе уже должен быть евро 5 там стоит в 6 3 литровый тот же самый что был старом мохаве то есть видеть расставили и мы поэтому ведь двигателю попробуем будем так считать первопроходцы полазим заменим масло посмотрим как там что устроено человек приобрел ее то есть новую у сейчас пробег 9000 то есть на ней и при этом в дилерам он не поехал отказался принципиально потому что в далеком 2011 году когда у него на киев саран тбл вылетел шатун и разбила весь двигатель дилеры отказали ему и тогда еще существующий зап киев но то есть сейчас уже он зап запки он приобрел у нас двигатель и я ему его и устанавливать ну из тех пор у нас и остался поэтому в этот раз то есть он сказал никаких дилеров также у нас помимо того что он будет обслуживаться у нас сделать то и также он сохраняет гарантию свою то есть если отлетит там коробка или что такое серьезное то он конечно же поедет уже к ним потому что там были на махавах на 8 ступках коробках люди жаловали что там что-то отлетала на них и они разваливались то есть обслуживаться то там 1 2 3 то допустим будет у нас и также у него будет сохраняться гарантия обязательно смотрите очень много много случаев когда любой корейский дизельный двигатель приходит и идет течь масло если людям говорит что допустим пиши рекомендации или рекомендуешь сразу замену прокладки клапанной крышки и они утверждают что им меняли или они меняли сами были такие случаи довольно много когда не наносит герметик на швы между стыками то есть это в сзади бугель это впереди между крышкой грм вот поэтому герметик обязательно то есть он идет завода хороший качественный герметик вы должны всегда наносить прокладка полностью не ложится к сожалению и довольно часто встречаю что идет течь прямо обильно мы ставим новую оригинальную прокладку но углы у нас постоянно текут сожалению вот это особенность не такая и сам даже производитель то есть наносит этот герметик но здесь видно что это уже не заводской герметик то есть шов уже далеко не подходит там уже был белый сверху еще какой-то черный пробег 210 тут сразу напрашивается вывод что пробег наверное не родной здесь тоже на стыке герметик убираем так это 2 штука я уберу и последнее время бывают без шапки кто я такой виктор это главный мастер цеха говорит про меня такие любезные хвалебные слова без виктора никуда у нас так прокладочка у нас прокладочка у нас получается она вот посадочную не то есть у наружная сторона есть внутренняя принципе перепутать здесь очень сложно когда оригинальная она прям садится прямо руками чувствуешь что она родная плотно встает хорошо ну по этой средней как бы вообще проблем никогда не бывает так 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 не стоит экспериментировать не ставьте никаких аналогов потому что мы уже за вас это проэкспериментировали и поняли что это не работает если визуально положить две прокладки оригинальную не оригинально видно что на ней прям хорошо сэкономили она ниже она уже она туда прям вываливается когда переворачивать крышку она пытается вывалиться тут но резина нет ее просто меньше она ниже то есть если вот так взять по уровню она ниже она уже и все-таки здесь она такая более матовая и мягкая а то она такая даже визуально глянцевая да она глянцевая и по всей видимости еще все-таки плохо температуру держит потому что она быстро костенеет мало того что у нее прижимная способность гораздо меньше из-за того что она ниже прижимается еле-еле а потом становится жесткой здесь у нас тоже был герметик я убрал его здесь вот тоже пазы в принципе вот тут ничего сложного нет но очень такая как бы качественная прокладка прям на ощупь то есть смотрим так теперь наносим герметик герметик наносим в три места то есть это у нас там где соединяется крышка грм вот она именно с головкой блока цилиндра то есть здесь сразу визуально видно 6 перепад и прямо вот накладываем такую кучку и все здесь точно также делаем кучки и там она сама распределиться и вот здесь самое главное вот здесь так у нас получается мы вот отсюда выберем побольше делаем сам внизу и поднимаем наверх но если как бы отталкиваться от того когда снимаешь первый раз то сделано вот так промазывают они видимо там завода тоже какой-то шприц так ну все у нас здесь везде все почищено здесь все убрано фрезеровать будем когда прикрутим клапанную крышку чтобы все-таки если какой-то песочек оттуда лететь будет или сажа чем меньше попадет тем лучше очень часто задаваемый вопрос у людей когда производим фрезеровку и они находятся рядом они спрашивают стружка если попадет в двигатель на что отвечают там дело в том что ее она очень очень мелкая и очень очень мало визуально видно что как будто бы разлетаются хлопья прям такие но на самом деле очень мало и также идет встречный вопрос не нужно ли поставить шайбу медную шайбу толще толще не нужно во первых потому что при фрезеровке если просто мы делаем для профилактики то мы снимаем приблизительно от 2 до 5 соток всего там совсем чуть-чуть выравнивать это первое ну когда сложные варианты ну пусть будет 10 15 ну 20 когда уже сильный прогар был наверное может кто-то сталкивались когда вам забывали шайбу цилиндре и ставили туда поверх еще одну я часто сталкиваюсь таким вот получается что она подымливает дело в том что форсунка подымается вверх в дизеле камера сгорания в поршне самом находится в поршне поршне вот у нас если вот бензиновый мы берем то камера сгорания у нас в головке находится поршень то в дизельном там у нас такая то есть наоборот можно сказать туда впрыски и вот форсунка она у нас распыляет вот так то есть у нее распыл и если угол распыла попадает вовнутрь то есть мы можем опустить ниже форсу ничего страшно но когда выше туман распыляет когда попадает уже на стенки наверх сюда на поршню тогда сразу же идет дым поэтому то есть ниже опустить можно не нужно вставлять там не нужно экспериментировать вставлять какие-то мега там толстые шайбы я видел там ставили толстый саньонг или чего-то еще но это нет отказывайтесь от этого это все ерунда сперва наживим все болты дело в том что у клапанной крышки направляющих нет и она ходит туда-сюда если затянуть два-три болта и может перекосить и остальные болты могут потом либо наживиться либо пойти криво испортить резьбу поэтому все болты наживляем а потом затягиваем затягивать можете принципе как хотите как вам удобно есть есть специальная момент затяжки и и но я им никогда не следую все-таки опыт показывает совсем другое всегда затягиваю из центра был случай когда на киси там я затянул клапанную крышку из центра и там были такие странные люди писали вещи что вот я там туда-сюда и я спросил я говорю а сколько ты закрутил клапана крышка то есть и людей таких было там десятки что они учили меня что я неправильно делал и они отвечали ну одну ты одну а я тысячу две тысячи когда мы притягиваем постели распредвалов да согласен то есть должно все лечь сесть то есть постель коленчатого вала головку гбц дело в том что там очень огромное усилие идет на поверхность там даже необходимо смазать болт потому что при затяжке может завернуть что-нибудь там закусить может затягивается они здесь просто легко то есть вот он здесь стоят ограничители как в жигулях протягивать ничего не надо потом просто болт уперся если опять же кто-то скажет что вот затянул неправильно и она там лопнет нет таких случаев тоже не было поэтому без какой-либо боязни затягиваем все прикручиваем все работает так это у нас патрубок переходной на вентиляцию гигер у нас здесь вот валяется разъемчик там заглушку я еще переплотнялась под ней сифонила сегодня снимал то есть он заглушен саживого здесь нет катализатор кстати хочу для тех кто не понимает что такое катализатор и саживый в двух словах объясню открываемые двигатели пусть это будет сатафе соренто карнивал и вот они приезжают здесь вот сразу видно сразу видно что здесь саживый отсутствует нет саживый бачок во первых бачок он в разы больше и этот бачок имеет две ответные трубки оттуда выходит две трубки и вот здесь на крепление на крепление вот на этом вот на этом то здесь с заводом даже предусмотрено здесь стоит ламда зонт а вот здесь под датчики сажевого фильтра то есть вот здесь стоит датчик датчик дифференциального давления сажевого фильтра если мы открываем у нас здесь только стоит вот этот один провод задача саживого нет вот только катализатор очень часто люди спрашивают а что как вообще как это вообще выглядит и что это происходит я говорю вот так и так то есть ничего там хитрого нет то есть открыли если много шланчиков и всего страшного значит он у вас есть если у вас там ничего нет значит его и нет чем больше закроем всяких дырочек тем меньше попадет туда грязь фреза чтобы не кричить фрезой фреза чтобы фреза вам то есть если сейчас смотрят люди работающие техцентре вот вот эта фреза посадить ее очень очень быстро то есть опять же говорю методом проб и ошибок мы это узнали дело в том что она очень сильно боится сажа так hb у нас hb hb это у нас вот это маленькая 15 на 19 потому что колечко у нас вот он hb меньше возьмем там d4 я и b cb намного больше то есть вот и мы берем тоже также меньше 15 на 19 так вот чтобы продлить немного жизнь вашей фрезе старайтесь сразу нагляд не крутить там есть саша и и надо аккуратненько рукой убрать то есть вот чуть-чуть прям сверху раз не спеша если допустим вот взять фрезу такую она допустим стоит там одних денег а если вы купите именно для своего двигателя там 17 на 19 или 15 на 19 кто она будет гораздо дешевле но вот сейчас хорошо видно что вот как она допустим второй цилиндр видно что сейчас я вот снял и еще осталось вот то есть там чуть-чуть еще осталось вот нужно добрать видите как она села то есть боков с него да а центр у нас просевший нужно еще раз пройтись почти чуть-чуть совсем краешек остался хотя эта часть уже работать не будет внутренняя то есть там где сейчас остался там маленький прям кружочек он работ уже не будет то есть потому что шайба там уже не обжимается в том месте можно оставить вот готово если фреза хорошая острая то она должна вот оставить свой вот этот такой характерный этот след след да то есть вот сейчас он справили когда фреза тупая и вы ее нагляд толкаете она будет видно что она будет по кругу царапать и прям наматывать этот алюминий да все остальные все так же что пройдем по форсуночкам я всегда это вот так можно сказать где-то бросаю на стол бросаю на пол не важно потому что каждую деталь я потом вычищаю отдельно то есть каждую детальку буду чистить по форсуночкам сейчас возьмем бур машинку вычистим все распылители все везде верхний уплотнитель у нас резинки здесь нет конечно производитель еще придумать и сюда что-то повыше но увы болты все везде открутилась шайбочка она вот у нас получается это тоненько вот ее номер если кому-то надо шайбочки старайтесь ставить все оригинальные чтобы были если хотите увидеть как я вытаскивал топливные форсунки вы можете увидеть у нас тик токи наш бы вот пришлось так как первый впервые это делать пришлось сварить вот такой переходник первый раз то есть этот получается часть болта это делфи а этот сам от боша ну от съемника то есть дизельного потому что этот от делфи он идет гидравлический набор такой огромный здоровый то есть а этот бошки уже ударный большой силь сильного усилия то есть я вот сделал такой переходник не полегче было прям быстренько пошел куча болтов выбрал ну в принципе все форсунки сейчас почистим колодцы дальше также от фрезеруем все будет работать единственное что нам надо будет убедиться в правильной работе датчика map сенсора дать надова новый как он будет работать опять же напомню что диагностика у нас делается от 65 градусов и выше то есть прогреваем полностью двигатель только лишь потом даем газу то есть проверяем как что работает то есть на холодную либо будут параметры прыгать будут завышены или показывать не правильно что-то еще ну все до новых встреч надеюсь данное видео вам поможет если нет то ждем вас гости всего добра а и и Продолжение следует...